Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Снимать кино и заниматься спортом. Ульяновские школьники уезжают отдыхать в лагеря. Ульяновцев приглашают на премьеру спектакля над пропастью Воржи. Музеи Ленинского мемориала приглашают провести выходные в танце, йоге, играх и экскурсиях. Бабушки поселка Мостовая вновь почувствовали себя молодыми. На радость старшему поколению. В микрорайоне Мостовая уже месяц работает пункт здоровья. Учреждение, где оказывают первичный осмотр, удалось открыть при поддержке регионального отделения российского Красного Креста. О первых итогах работы в сюжете нашего корреспондента. Легче стало жить пенсионерам микрорайона Мостовая после открытия в правом крыле Дома культуры пункта здоровья. Прошлый медпункт еще несколько лет назад из-за аварийной ситуации в здании аннулировали, а новый так и не построили. Жителям Мостовой приходилось ехать в городскую поликлинику. Пять километров пути, чтобы просто измерить давление. Первую поликлинику надо было. Иногда вот и заболит, и не пойдешь, потому что там еще больше народу просидишь, времени потеряешь, как говорится. Врачи тоже обслуживают долго, потому что надо каждого выслушать, каждого. Пациентов много везде. А теперь быстро и без очередей. Даже если народ есть, женщины рады. Все свои, с родного поселка. С понедельника и по пятницу здесь принимает терапевт. Медработник проводит первичный осмотр и назначает соответствующие физиотерапевтические процедуры. Вообще подружились с девочками, так будем называть их. Они сейчас девочки стали после лечения. Летают прям они у нас, не ходят, а летают. Танцевать учим? И танцевать. Мы танцевали. Собираемся, беседуем. Мы танцевали. В дальнейшем будем производить чаепитие, различные мероприятия, вязания, игры, например. Пункт здоровья появился благодаря активной позиции ТОС «Мостовая слобода» и отзывчивости регионального отделения Российского Красного Креста. В дальнейшем, конечно же, все это будет расширяться постепенно, потихонечку. Сейчас у нас уже пошел запрос от жителей с такой проблемой, когда они к нам обратились, что очень сложно записаться к узким специалистам. Мы ведем переговоры с одной из медицинских клиник. Будет возможность местным жителям, участникам нашего пункта здоровья, бесплатно проходить узких специалистов. В ближайшее время подобные пункты здоровья также откроются в поселке Красный Гуляй и еще в шести селах Ульяновского района. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Этим летом в загородных лагерях Ульяновской области отдохнут и поправят свое здоровье почти 2500 ребят. Во многих лагерях первая смена уже стартовала, а в некоторых начнется в ближайшее время. Каждое учреждение было проверено МЧС, Роспотребнадзором, профильным министерством и общественниками. Оздоровительно-образовательный центр «Огонек» в поселке Ламы – излюбленное место отдыха ульяновских мальчишек и девчонок. 10 июня в лагере начнется первая смена. 230 школьников приедут из областного центра и окрестных деревень. За несколько дней до открытия учреждения проверили ульяновские общественники. В этом году в лагере полностью заменили электропроводку в производственных помещениях и клубе, а также заменили кровлю в детском корпусе. Поменяли веранду и ограждение, установили новые беседки. Один из корпусов отремонтировали капитально. Приобрели и новое кухонное оборудование. Было приобретено кухонное оборудование, конкретно пара-комат и жарочный шкаф новый. Вот он еще даже с него… То есть каждый день мы делаем свежую выпечку для детей. То есть и повара готовят очень вкусные кирожки, ватрушки. Вот сейчас им это будет гораздо легче делать, чем на старом оборудовании. Детей будут кормить шесть раз в день. В меню включены овощи и фрукты. В жилых корпусах проверяющие замечания не нашли. Я думаю, что детям понравится. Мне лично понравились душевые, туалеты современные сделали, провели отопление. Это большое дело, потому что если начинается пара дождей, то в корпусах бывает сыро и холодно. Однако недочеты в работе лагеря все же нашли и коснулись они благоустройства. Не покрашены бордюры, не приведены в порядок клумбы. Замечания обещали исправить к открытию. Вожатые лагеря приготовили для воспитанников развлекательную программу «Путешествие в Голливуд». Дети смогут не только поучаствовать в спортивных мероприятиях, но и будут снимать собственные фильмы. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Традиционная летняя программа в музеях комплекса «Ленинский мемориал» стартовала в День защиты детей и продлится до Дня знаний. В этом году она более насыщенная, многообразная и рассчитанная на разные возрасты. Акция «Лето с Ленинским мемориалом» расширила свои границы и ввела новые активности. Пятничный вечер можно провести за увлекательными квестами, а площадки усадьбы Ульяновых и летней эстрады работают оба выходных. Также в субботу и воскресенье с 18.00 у квартиры музея семьи Ульяновых выступают музыкальные коллективы Ульяновской филармонии. На протяжении всего июня, каждую среду и воскресенье на летней эстраде проводятся мастер-классы «Аргентинский фольклор». Еще одним важным нововведением станут субботние занятия хатха-йогой на площадке у Аллеи пионеров. Начало в 10.00. Каждое воскресенье в 11.00 для всех желающих на Аллее пионеров будет работать передвижной пункт «Здоровый город». А в 17.00 ульяновские врачи будут проводить публичные лекции. Всем приятных, увлекательных выходных. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Культовое произведение на новой сцене. Уже в эти выходные ульяновский молодежный театр покажет премьерный спектакль над пропастью Варжи, который поставил номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Александрович Золотарь. В Ульяновском молодежном театре активно готовятся к последней премьере этого сезона. В арт-пространстве «Новая сцена» идут последние репетиции премьерного спектакля над пропастью Варжи по культовому произведению Джерома Дэвида Селлинджера. Исполнители главных ролей ведущие молодые актеры театра Виталий Мелицын и Александра Дыдочкина. Следующее событие, которое перекрывает предыдущее, оно двойное. Первое, что молодежный театр ставит культовый роман Джерома Дэвида Селлинджера над пропастью Варжи. Я говорю, у меня уже перехватывает. Я еще не видел ни одной репетиции. Да. Вторая сторона медали, что спектакль этот ставит, уже, так сказать, не надо мне представить, Владимир Александрович Золотарь, который для нас просто, откровенно говорю, подарок для молодежного театра. Владимир Золотарь – номинант национальной театральной премии «Золотая маска», известный ульяновскому зрителю по спектаклям «Беспреданница» и «Ножницы», поставленных им в Ульяновском драмтеатре. Перебирали с художественным руководством театра разные названия, на количество пьес, а может быть вот это, а может быть вот это. Опять-таки вертелись вокруг каких-то хороших наших сегодняшних пьес современных. В конце концов, все-таки взяли там не совсем современный текст, да, он современный, потому что все равно мы пока еще воспринимаем литературу 20 века как литературу современную, особенно там послевоенную, скажем так, литературу 20 века, но все-таки это там ни сегодня, ни вчера написано. Как сказал Владимир Золотарь, в спектакле сохранена сюжетная линия произведения. Это история о подростке, который больше всего на свете боится стать таким, как все взрослые, приспособиться к окружающей лжи. Внешне дерзкие поступки прикрывают искреннее внутреннее стремление мальчика найти в людях хоть что-то истинное, правдивое. Но при каждом столкновении со стеной непонимания и равнодушия он сам все больше приближается к пропасти, ненависти, отчаяния и безумия. Премьерные показы спектакля над пропастью воржи пройдут 7, 8, 14 и 28 июня. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости, Уллправды ТВ. История в лицах, что может быть занимательнее. Именно таким является уникальный выставочный проект «Знатные люди страны Советов», который работает в музее Пластова. Проект был создан с участием четырех федеральных музеев, Ульяновского областного художественного музея и семьи Пластовых. Подробности у Ирины Антоновой. Центральное место в экспозиции занимает эскиз панно «Знатные люди страны Советов», где герои 60 выдающихся представителей СССР, летчики, полярники, артисты, музыканты, ученые идут в Москве по Красной площади. Аркадий Пластов написал фрагмент панно «Портрет писателя Алексея Толстого». В этом году исполнилось 80 лет со дня создания панно «Знатные люди страны Советов», в котором принял участие Пластов, наряду с десятью другими художниками известными, среди которых Ефанов, Шмаринов, Низкий, известные художники второй половины XX века. В рамках выставочного проекта Ульяновск посетил заведующий мемориальным музеем квартиры Алексея Николаевича Толстого Инна Андреева. Во время осмотра экспозиции гостья поделилась своими мыслями о портрете Толстого кисти Пластова, предоставленного Московским музеем на выставку. Инна Георгиевна прежде всего обратила внимание на размашистый подробный автограф писателя, где написано «Хороший этюд сделан за 15 минут Алексей Толстой». Заведующая музеем утверждает, что Алексей Николаевич давал автографы в очень редких случаях. Это его восторг от мастерства художника, который за 15 минут мог воплотить настолько живые его черты и настолько сделать так, чтобы этот портрет стал ему родным, поскольку он действительно удивительно похож на портрет его матушки Александра Леонидовны. До такой степени он любил этот портрет, Алексей Николаевич, что всегда вешал их в паре. Инна Георгиевна призналась, что не знала о существовании панно «Знатные люди страны Советов». Ее порадовало, что на нем Алексей Толстой стоит в паре с летчиком Михаилом Громовым, который очень часто бывал в Доме писателя. Интересно, что на картине Алексей Николаевич закуривает сигарету, предложенную Громовым. Хотя, как утверждает заведующая музеем, Толстой никогда не курил сигареты. Он предпочитал трубку. Я не знаю, почему Пластов решил так это сделать, была это определенная задумка или нет, но вот сквозь времена, вот прошедшие, да, с того времени, это приятно видеть и приятно думать, что это говорит об их близкой дружбе, об их близких отношениях, о том, что Алексей Толстой ни у кого другого бы не взял сигарету, и более того, сказал бы так, это знаете, графский наклонив голову, что простите, я говорю, трубку. Познакомиться с портретами выставки и знаменитым панно можно будет до 28 июня. Ирина Антонова, Юрий Канихин, новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные ожидается умеренно теплая погода. Завтра днем в Ульяновске столбик термометра удержится на уровне 24 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Перед выходом на улицу рекомендуется использовать солнцезащитный крем. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok